В этом году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» граждане могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в целях дальнейшего трудоустройства или открытия собственного дела. Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное на рынке труда. Полный перечень программ представлен на портале «Работа в России». В их числе программы, связанные с IT-технологиями, работы в интернете, психология, педагогика и многое другое. Срок обучения составляет от двух недель до трех месяцев. Обучение бесплатное. По окончанию выдается документ о квалификации. Данный проект рассчитан для различных категорий граждан. Есть несколько категорий граждан, которые могут участвовать в данной программе. Во-первых, это лица в возрасте 50 лет и старше, также лица предпенсионного возраста. Женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Также могут участвовать безработные граждане, зарегистрированных в органах службы занятости. Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простое, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников. Еще одна новая категория – это молодежь в возрасте до 35 лет включительно. Данная категория разграничивается еще на несколько подкатегорий. Во-первых, это граждане, которые с окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение четырех месяцев и более. Граждане, не имеющие среднего профессионального либо высшего образования и не обучающиеся по данным программам. Граждане, которые с момента выдачи им документа об образовании либо квалификации не являются занятыми в соответствии с законом о занятости в течение четырех месяцев и более. Граждане, находящиеся под риском увольнения. И еще одна категория – это молодежь в возрасте до 35 лет включительно, которые завершают обучение в текущем году по программам среднего профессионального или высшего образования. И обратились в органы службы занятости. И для них отсутствует подходящая работа по получаемой профессии. В Нистикамске в этом году поступило уже более 200 заявок. Из них 50 человек приступили к обучению. Заявку можно подать на портале «Работа в России». По всем вопросам обращаться по номеру 45829. Код города – 34783. Продолжение следует...